Свежее поколение пятидверки Шкоды Октавия готовится выйти на российский рынок. Официальная презентация назначена на середину сентября. Тогда же будут объявлены цены и комплектации. Пока лишь уточняется, что топовые опции, вроде матричной оптики, кругового обзора и адаптивного круиз-контроля, будут и у российской версии. Об универсале не сказано ни слова. В Нижнем Новгороде на мощностях группы ГАЗ сейчас налаживают выпуск исключительно лифтбэков. Их начнут отгружать дилерам только под занавес года, так как ритмичная сборка не стартует раньше октября. И это только часть новостей. Основной пункт касается моторов, но здесь обошлось без сюрпризов. Самый хитовый вариант, атмосферник объемом 1,6 литра и отдачей 110 сил, останется под капотом. Что неудивительно, его выпускают на моторном заводе под Калугой, поэтому поголовно ставят на Шкоды и Фольксвагены российской сборки. В пару этому двигателю положены пятиступенчатая механика или шестиступенчатый автомат. Так что фанаты Октавии могут выдыхать. Самый недорогой и надежный силовой агрегат со сменой поколений никуда не денется. Также останется 150-сильный турбомотор. Для таких машин стандартной будет шестиступенчатая механическая коробка передач. Но впервые вместо преселективного робота компанию ему составит восьмиступенчатый автомат, а топовым станет двухлитровый двигатель мощностью 190 сил. И вот ему уже приготовлен семиступенчатый преселектив. Только что московский офис Киа похвастался сертификатом соответствия на кроссовер Соренто четвертого поколения. А теперь пришло известие из Калининграда. Там завод Автотор наладил сборку этих машин. Локализация будет минимальной. Автомобили собирают крупноузловым методом из готовых машинокомплектов без сварки и окраски кузовов. Хотя ради этого проекта заводу пришлось закупить новое оборудование для программирования электроники. Как было объявлено ранее, у нас появятся только две версии. Первая со старым 180-сильным атмосферником 2.5 и шестиступенчатым автоматом. К слову, точно такая же связка полагается свежей сонате. Второй агрегат – абсолютно новый турбодизель отдачей под 200 сил. С ним агрегатируется не классический автомат, а восьмиступенчатый преселективный робот. Другие подробности будут озвучены совсем скоро, ведь уже пора начинать продажи.